Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня у нас на повестке дня по снятию лапши с ушей миф о могуществе современной медицины. Начнем с того, что это именно мифы. Потому что наша родная современная медицина хорошо, нет, просто отлично вооруженная всякими приборами и аппаратами, имеет всего два действительно качественных направления. Это хирургия и патологоанатомия. Как видите, и то, и другое связано со вскрытиями. Все остальное остается на совести мездралов, призывающих на уровне горе экстрасенсов лечить болезни, которых у вас еще нет, потому что только перманентное лечение вам где поможет. На самом деле, если болячка явится при дочи вашего организма, не факт, что медики не совершат следующие партии ошибок. Медсестра не перепутает пробирки с вашими анализами. Другая не перепутает ответы на ваши анализы. А доктор правильно внесет в компьютер ваши жалобы и симптомы, и, что еще важнее, правильно выберет именно вашу проблему из выбывшего списка. Доктор не будет вынужден назначить вам не то, что лечить, а то, что надо продать или еще хуже протестировать. Если вам еще больше не повезло, и вы, упаси Боже, попали в больницу, то там все это может начаться с самого начала и осложниться различными внутрибольничными проблемами и инфекциями, начиная от неправильной или невнятной записи в вашей карте пациента и заканчивая каким-либо заражением типа стафилококка, иммунодефицита или прочего дерьма, которое прочно поселилось в больнице всего мира. И неважно, платные они или нет. Хирург тоже может ошибиться, он тоже человек. А еще хирургу просто может быть интересно посмотреть изнутри, как развивается ваша болячка. И он будет бодро настаивать на всяких скопиях и рентгенах, а потом, найдя заинтересовавший его элемент вашего внутреннего декора, будет волнительно указывать вам на этот элемент и говорить, что вот если завтра вас не вскрыть, и вот это вблизи не рассмотреть, он, хирург, за вашу жизнь просто отвечать не будет. А на вопрос, а кому это надо, как правильно отвечается. Ну, надо же убедиться, что у вас там все было в порядке. Правильно, именно было. После вскрытия в порядке уже вряд ли что будет. А как же удивляются наши милые доктора, найдя приговоренного пациента живым? Как? Разве вы еще живы? Мы же так старались вас пролечить. Как вам удалось выжить? А вот не дождетесь, господа. Я что, дура, сказать вам, как мне удалось выжить вопреки? Пусть это останется моим секретом, доктор. Но я больше не ношу лапши о современной медицине на своих симпатичных ушках. Бриллиантовые серьги как-то более уместнее. Будьте все здоровы, дорогие мои. Примите во внимание. Это только моя лапша с ушей упала. А если вам нравится носить вашу, так разве я против? Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч!